Сибирский нефтяник Сибирский нефтяник Одно из первых в этом сезоне беговом мероприятий После нашего рождественского полумарафона Несмотря на пасмурную погоду, настроение участников бодрое Яна Романова, известная омская биатлонистка, перед стартом делится своими ожиданиями Когда я участвую в каких-то массовых соревнованиях здесь у нас в городе Понятно, что изначально не ставится задача побеждать Но в тот момент, когда дают старт, все равно срабатывает какая-то старая память И просто так нельзя преодолеть дистанцию Все равно хочется как можно быстрее и показать максимально возможный результат Первыми проверить свою скорость и командную работу на этапах эстафеты Предстояло ученикам общеобразовательных учреждений И здесь прошлогодний успех удалось повторить команде Таврической среднеобщеобразовательной школы Финальный этап бежала Настя Малийченко Это было очень сложно, боишься за команду, боишься за себя, боишься, что выронешь эту палочку Много тренировок, не подвести главное своего тренера, потому что столько усилий в клажина Каждый пытался что-то сделать А вот в споре студентов высших учебных заведений команде Сибгувка удалось взять реванш за прошлый год И опередить лидеров соревнований 2017-го, легкоатлетов Политеха Как мы готовились? Ну, каждый готовился к своей дистанции индивидуально Ну, хотелось бы отдельно поздравить Олега Новожила, который на нашем первом этапе выложился и принес победу Ну и всем остальным ребятам хочу пожелать удачи в дальнейших стартах Повторили успех своих студентов и преподавателей Университета физкультуры и спорта Конечно, это популяризация Мы личным примером показываем им, что несмотря на возраст и какие-то травмы, которые мы приобрели Мы все равно можем выйти на старт и пробежать И показать, что надо заниматься на протяжении всей жизни История проведения подобных эстафет в Омской области насчитывает уже более 70 лет И традиция легкоатлетических забегов в регионе успешно продолжается Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова